Очень часто мы встречаем ароматы, которые нам безумно нравятся. Нам нравится их звучание, нравятся их флаконы, нравится ассоциативный ряд, который они у нас вызывают, но не очень дорогие. Поэтому сегодня я решила сделать для вас небольшую подборку ароматов, которые являются бюджетными аналогами нашумевших и очень популярных ароматов. Первый аромат, который я хочу вам сегодня показать, это аромат Лира от бренда Ксержов Косомарати. Он очень спорный в данной подборке, можно сказать, идет не как аналог, а как полноценная замена аромата Лолит Олимпика Эль. Мне нравится в нем все, начиная от его флакона, красивой крышки, видеть золотой тиары фараона, и сам аромат. Сам аромат очень красивый. Знаете, аромат такой потрясающе вкусной французской булочки с корицей. Но несмотря на то, что в составе есть огромное количество различных цветов, но корица и лакричник все-таки берут верх, точно так же, как и в Лолите Олимпике Эль. Этот аромат точно не оставит вас равнодушным и всех вокруг. Очень съедобный. Это действительно одна из самых вкусных гурманек на свете. Если говорить про стойкость этого аромата, он очень стойкий. Он хорошо звучит именно зимой. Летом немножечко может придушить, но зимой раскрывается великолепно, и его шлейф будет тянуться за вами бесконечно. Аромат без возраста. Он подойдет как и очень молоденьким девушкам, и как очень взрослым статусным женщинам, которые уверены в себе, но которым иногда нужно немного уединиться, создать вокруг себя такую уютную обстановку и очень уютное атмосферное настроение. Давайте пробежимся дальше по нашим ароматам. Следующий. Это будет бюджетный аналог знаменитому аромату Иланг Голд от Николёв. Это кашмир от Шабарт. Если Иланг Голд – это больше цветы, это больше зеленое яблоко, сочные персики, слива, все такое хрустящее, такое фруктово-цветочное, то здесь больше восточных сказок. Здесь все то же самое, только немножечко добавили специй и сухих деревяшек. Звучит потрясающе вкусно. Ну, представьте, корица, сухое дерево, и все это присыпано специями, немного Иланг-Иланга, и добавили еще немножечко щепоточку красивых белых цветов. Ну, красиво, согласитесь. Это тоже аромат из разряда вкусных, но в нем все-таки больше древесных нот, древесных сухих нот. Да, есть ваниль, да, есть гвоздика, да, есть куча других специй, но в сочетании все это действительно выглядит как красивое восточное полотно, как красивая восточная сказка. И этот аромат будет вне времени, вне сезона, но скорее для девочек постарше, потому что его нужно, скажем так, уметь носить. Он красив, но ему нужно соответствовать. Если вы искали аромат с абсолютно итальянской тональностью, то, наверное, вы знаете такой аромат от Крит, как Аква Фалентина. Но к нему есть замечательный аналог. Это Алоэва, Аква Делоэва. И из абсолютно итальянских ароматов это мой самый любимый. Я его люблю носить в основном летом, потому что он очень освежающий и холодный. Мне очень нравится аромат этот, и я его называю скорее таким исконно сицилийским. Но почему-то именно я себя в нем представляю, несущийся в красивом кабриолете, в шляпе с развивающимся шарфом. Он не навязчивый, но при этом очень элегантный, очень красивый, абсолютно идеально сотканный. Да, это та самая грань между строгостью, элегантностью и небольшим хулиганством. Взрывные искры бергамота, лимона. И все это в охапке только что срезанных садовых цветов. Мы уже с вами подошли к середине ролика, и я напоминаю о том, что не забывайте подписываться на наш канал, и скоро вы сможете посмотреть видео, посвященное парным ароматам. Если вы являетесь фанатом Нарцисса Родригеса Фо Хео, то вы однозначно полюбите этот аромат. Если Нарцисса Родригес Фо Хео именно в черной версии вам кажется все-таки более припыленной, еще говорят бабушкин сундук, то этот вам намного больше понравится. Он бюджетнее и симпатичнее. Симпатичнее именно по звучанию. Но вот представьте, если вам нравится та самая мускусная база в Нарциссе Родригесе, но в нее добавили немного ягод и цветов. Ну вкусно же. Действительно вкусно. Кстати, когда был у меня Нарцисс Родригес, а у меня он был неоднократно, я все время хотела туда что-то добавить. Вот это как раз та история, когда создали абсолютно мой аромат. Именно в него доложили тех ингредиентов, которых мне не хватало. И он заиграл новыми яркими красками. Стал более сочным, стал более вкусным. Не могу его не послушать, потому что я могу это делать постоянно. Лаванда, нектарин, вкусная орхидея, очень много почули, очень много мускуса. Базия амбра, которая добавляет такой теплоты и немного востока этому аромату. Вот если вы хотели Нарцисса Родригеса, но больше с восточной направленностью, это то, что вам нужно. Он может однозначно стать вашей визитной карточкой. И не только днем, но и на вечерних мероприятиях. Вас однозначно не забудут. Аромат абсолютно не будет вас душить. Он красив в шлейфе. Кстати, шлейф у него достаточно длинный. И очень универсальные ножки. Я уверена, что нет ни одного человека, который не знал бы аромат Queen of Sheba. Queen of Sheba называют родной сестрой всем известного аромата от Килина. Хорошая девочка хочет стать плохой. Ну а если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, в чем именно вы находите разницу в этих двух ароматах. Действительно ли это родная сестра? Может быть, двоюродная. Это очень красивый, приглушенно-восточный аромат. Очень универсальный. Это мега комфортный и мега сексуальный аромат. Ни один мужчина вас не пропустит. Это я вам точно говорю. Все-таки в Queen of Sheba мне положили больше табака, больше персиков, больше асмантуса. Да и, собственно, мускуса, мне кажется, в нем намного больше, чем в хорошей девочке. И именно этим он цепляет, потому что мускус здесь не замыливается. Мускус здесь очень припыленный и красивый. По-хорошему я должна бы вам сказать, что этот аромат лучше носить зимой. Но так как я тот человек, который предпочитает его вне времени, я этого делать не буду. Этот аромат хороший и днем, и вечером. Сегодня я вам представила пять ароматов. Можно сказать, пять моих любимых ароматов, бюджетных аналогов, что не относится к лирик Сержок, потому что, как я уже говорила в начале видео, это полноценная замена, снятая с производства Lolita Olympical. Те, кто любит элегантную классику Микалев и Ланг Голд, найдут хорошую замену в Шопард Кашмире. Шопард Кашмир то же самое, только с более восточными нотками. Итальянская любовь Аква Делаева. Крит Аква Флорентина. Они практически одно и то же. Только здесь больше цитрусов и больше атмосферы. Если вам так же, как и мне, не доложили чего-то в Нарциссе Родригеса Фухе, то я могу вам смело порекомендовать Шэдоу от Ажмал. Ну и, конечно же, мегасексуальная Квин оф Шеба. Родная сестра, хорошая девочка, хочет стать плохой от Килина. Это одно и то же. Только Килин в разы дороже. С вами была Даша за красавишном. До новых парфюмерных встреч!